Среди огромного числа жертв Второй мировой войны есть особая категория лиц – бывшие малолетние и несовершеннолетние узники. В годы войны в общей сложности погибло около 13 миллионов детей. В память о них, в сердце нашего города, на Аллее Славы, где горит вечный огонь и возвышается храм Георгия Победоносца, на минувшей неделе состоялось открытие памятника «Непокоренные». Памятник, посвященный бывшим малолетним узникам, открытие которого состоялось 26 июля, расположен в тени деревьев у подножия храма Георгия Победоносца. Открытие этого памятного знака – это говорит о том, что мы не забыты бывшие малолетние узники фашизма. О нас знают, о нас помнят, нас чтят. Ленинская районная организация бывших малолетних узников существует совсем недавно. В ней сейчас чуть больше ста человек. Это уже люди преклонного возраста, объединенные общей задачей – не допустить забвения и повторения прошлого. Администрация городского поселения Видное выполнила обещание, данное ветеранам. И в преддверии 73-й разгрома фашистских войск на Курской дуге памятник «Непокоренные» был установлен. Он невысокий, скромный, потому что дети были невысокие и скромные, и маленькие тогда. Символ этого памятника – медаль «Непокоренные». Угон гражданского населения Советского Союза в Германию на принудительные работы начался в 1942 году. И это были пока малочисленные акции. Все изменилось к концу 43-го года. У нас в области появилось уже четыре памятных знака. И вот этот скромный, но такой симпатичный, и с такими хорошими словами, и с нашей дорогой медалью, он будет радовать всех узников фашистских концлагерей. Екатерина Подвысоцкая, жительница города Видное, и вдова бывшего малолетнего узника Подвысоцкого, помнит со слов своего мужа, какой страх и ужас приходилось переживать подросткам, которых увозили в неволю. Дяденьки, не стреляйте в нас, не стреляйте. И так с собаками, под охраной все время. Старшего поколения узников уже нет. Время, к сожалению, неумолимо. А бывшие дети сегодня уже пожилые, нередко тяжело больные люди, с трудной послевоенной судьбой, нуждающиеся в помощи и заботе. Это действительно прекрасное дело сделано для увековечения памяти об узниках фашизма. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.